Уволить начальника областного управления полиции и прокурора области требовали участники акции поддержку Олега Михайлика. Общественники считают обоих чиновников причастными к покушению на оппозиционного активиста и другим правонарушениям. Митинг протеста против бездействия правоохранительной системы уже в который раз проходил у областного управления национальной полиции на еврейской. Покушение на постоянного участника акции против городской власти Олега Михайлика первое среди многих нападений на общественников с применением боевого огнестрельного оружия. Если раньше активистов били и калечили, здесь была попытка убийства. Когда мы пришли сюда, подошла нам полиция диалога и сказала, что Дмитрий Головин срочно уехал на какие-то оперативно-следственные действия. В частности, вроде бы как по покушению на Олега Михайлика. Ну, вы знаете, это было бы смешно, если бы не было это грустно. То есть в данном конкретном случае, это не первый случай и, наверное, не последний. Я не могу сказать ни разу, чтобы Дмитрий Головин вышел на улицу и общался с людьми. Диалог ни разу не состоялся. У нас сформировалось четкое требование об отставке Дмитрия Головина. Главный страж порядка не только сам ушел от общения с одесситами. Его подчиненные даже закрыли дверь управления в рабочее время. Полицейские чины испугались мирных безоружных граждан. Беззаконие в нашей стране и безкарность – это те злочины, за которые отвечают люди, которые осуществляют правоохранную систему у нас в Одессе. Это безополицейная заявка, потому что будь-яка людина здравоохранения, она это понимает. Что у нас сегодня, у нас сегодня тут сидят люди, которые не способны защитить граждан, а співпрацуют с криминально-олігархическим кланом, который захопил наше місто. Общественники подготовили обращение к руководству страны с требованием принять неотложные меры по расследованию всех фактов нападений на активистов. В сегодняшний день существует нагальная необходимость, скликанное подчеркновенное заседание РНБО. В связи с законодательством, данное заседание скликается в разе кризовой ситуации в любом регионе. Сегодня ситуация, очевидно, как кризовая. Мы должны услышать реакцию высшего руководства, и что высшее руководство поспілкувалося безусловно с государством Одессы и услышало эту думку. Тогда, возможно, ситуацию удастся стабилизировать. От управления полиции участники битинга перешли к прокуратуре области. Там состоялась аналогичная акция. Активисты требовали отставки прокурора Олега Жученко. Дальнейшее событие зависит от реакции центральной власти. Навести порядок в нашем городе потребовало уже даже посольство Соединенных Штатов. Мы глубоко обеспокоены нападением на одесского активиста Олега Михайлика, которое произошло 22 сентября. Нападения такого рода участились, и это нужно прекратить. Он и народ Украины заслуживают быстрого, прозрачного и тщательного расследования. Если Киев будет по-прежнему закрывать глаза на ситуацию в Одессе, это может привести к еще более тяжким последствиям. Александр Виноградов, Андрей Тереченко, телекомпания КРУГ.